Тридцать зёрен Теперь держался на ветках крепко, будто засахаренная вата. Прилетела синичка, попробовала расковырять намерсь, Но снег был твёрд, и она озабочно поглядела по сторонам, Словно спрашивая, как же теперь быть? Я отворил форточку, положил на обе перекладины двойных рам линейку, Закрепил её кнопками и через каждый сантиметр расставил конопляные зёрна. Первое зёрнышко оказалось в саду, зёрнышко под номером тридцать в моей комнате. Синичка всё видела, но долго не решалась слететь на окно. Наконец она схватила коноплинку и унесла её на ветку. Расклевав твёрдую скорлупку, она выщипала ядро. Всё обошлось благополучно. Тогда синичка, улучив момент, подобрала зёрнышко номер два. Я сидел за столом, работал и время от времени поглядывал на синицу. А она, всё ещё робея и тревожно заглядывая в глубину форточки, сантиметр за сантиметром приближалась по линейке, на которой была отмерена её судьба. Можно я склюю ещё одно зёрнышко? Одно единственное. И синичка, пугая шума своих собственных крыльев, улетела с коноплинкой на дерево. Ну, пожалуйста, ещё одно, ладно? Наконец, осталось последнее зерно. Оно лежало на самом кончике линейки. Зёрнышко казалось таким далёким, и идти за ним было так боязно. Синичка, приседая и настораживая крылья, прокралась в самый конец линейки и оказалась в моей комнате. С боязливым любопытством вглядывалась она в неведомый мир. Её особенно поразили живые зелёные цветы и совсем летнее тепло, которое овевало озябшие лапки. Ты здесь живёшь? Да. А почему здесь нет снега? Вместо ответа я повернул выключатель. Под потолком ярко вспыхнула электрическая лампочка. Где ты взял кусочек солнца? А это что? Это книги. Что такое книги? Они научили зажигать это солнце, сажать эти цветы и те деревья, по которым ты прыгаешь, и многому другому. И ещё научили насыпать тебе конопляных зёрнышек. Это очень хорошо, а ты совсем не страшный. Кто ты? Я человек. Что такое человек? Объяснить это маленькой глупой синичке было очень трудно. Видишь нитку. Она привязана к форточке. Можно потянуть за нитку, захлопнуть форточку, и ты будешь поймана. Синичка испуганно оглянулась. Не бойся. Я этого не сделаю. Это и называется у нас человек. А можно мне съесть это последнее зёрнышко? Да, конечно. Я хочу, чтобы ты прилетала ко мне каждый день. Ты будешь навещать меня, а я буду работать. Это помогает человеку хорошо работать. Согласна? Согласна. А что такое работать? Видишь ли, это такая обязанность каждого человека. Без неё нельзя. Все люди должны что-нибудь делать. Этим они помогают друг другу. А чем ты помогаешь людям? Я хочу написать книгу. Такую книгу, чтобы каждый, кто прочитает её, положил бы на своём окне по тридцать конопляных зёрен. Но, кажется, синичка совсем не слушает меня. Обхватив лапками семечко, она неторопливо расклёвывает его на кончике линейки. Лесной хозяин. В пору листопада я хожу в лес запасать удилища из лещины. Зимой до Орешника не доберёшься. Метровые сугробы по кустам наметены. Летом же в густой зелени трудно высмотреть подходящий строй. Срубишь, глядь, кто комель искривлён, то вершина раздвоена. Зато осенью выберешь, что тебе надо. Орешник стоит светел, видна каждая ветка. Все вершинки, не торопясь, оглядеть можно. У Орешника такая особенность. Начинает ронять лист с самых высоких побегов. Дед Проша вызвался показать место с хорошей лещиной. Он трусит спорой рысой впереди меня. У самого края леса в зарослях болотного вереска блеснуло озерко с тёмной водой цвета крепко заваренного чая. На его поверхности цветная мозаика из листьев, занесённых ветром. У берега горбится старая верша, брошенная за ненадобностью. Это Поленов. А на Косогоре узнаю левитаны. Тонконогие осинки застенчиво толпятся у опушки, о чём-то перешёптываются сразу всеми своими листьями. Трепещут листья на ветру и мелькают, то поворачиваясь к солнцу золотом, то серебром изнанки. И путается в этом живом колеблющемся кружеве, и тоже трепещет ясное синева осеннего неба. У края леса дед останавливается, стаскивает треух и торопливо крестится, обычай, дошедший из глубины веков от языческого суеверия. Я тоже медленно снимаю шапку, но не как язычник. Я вхожу под своды леса, как в залы неповторимого шишкинского гения. Мы идём мимо развешанных полотен по пестротканной лесной дорожке. Она то желтеет лимонными листьями берёз, то розовеет особью бересклета, то окрашивается в оранжевое и багровое, когда пробираемся под осинами. В глубине, за кострами молодой кленовой поросли, слышатся торопливые прихрамывающие шаги. Дед Проша направляет задранные ухо шапки на звук, прислушивается. Заяц? Какой там заяц? А кто же? Чуешь? На одну ногу припадает. Это он. Да кто он? Кто-кто? Хозяин? Вот кто? Мне не удаётся удержать усмешку, и это сердит старика. А смеяться, мил человек, и не из чего. Видать, тебе с ним делов не приходилось иметь. А тебе? А со мной было. Дед пересунул топор за пояс поудобнее и опять засеменил по тропе, шлёпая голенищами. Той самой зимой пошёл я лисину на ворота поискать. Срубил дубок, отсек вершину, закрячил бревно на санках, обратно по наезжей дороге вертаться убоялся. Пошёл прям по насту. Наст твёрдый, мартовский, держал крепко. Иду, значит. Вот тебе сорока впереди носук опустилась. Завертела хвостом, затараторила. Бранная птица хуже бабы. Ничего от неё не утаится. Мыши та не пробежит. Иду, будто не вижу. А она перелетает с дерева на дерево и поносит меня на весь лес. Не к добру это. Замахнулся шапкой. Кыш, кричу, распроклятая. За её болтовнёй не заметил, как и на человека наехал. Навела шельма. Кивает тот человек. Пальцем подзывает. Подхожу. Этакый ветхый старичок. Полушубок в заплатках. Из дыр не овчина, а вроде как мох торчит. Покажь, говорит, как идти на сухой дол. Прикинул я, наша деревня напрямик будет. Значит, сухой дол по левую руку. Сюда, говорю, по этой дороге ступай. Поклонился старичок. А сам на срубленное дерево глаз скосил. Валялось, соврал я. Подобрался б, не пропадало. Ничего не сказал. Только посмотрел с тылами ледышками. Покачал головой. И заковылял прочь. И ты думаешь, он был? Спросил я. Ей пугу он. Пошёл он прочь. А сам так на ногу и припадает. Кому ж быть? Я после того едва из лесу выплутался. Не весть, откуда туман взялся. Ничего не видать. А тут ещё нас разъело. Бреду по лесу. Ноги вязнут. Самки по брюху проваливаются. А позади слышу шасть, шасть. Благо догадался лесину бросить. Тут только и выбрался на дорогу. Да не в свою деревню, а в сухой дол и пришёл с огнями. А ты, мил человек, смеялся. Не любит хозяин озорства в лесу. У него каждое дерево, каждая птица на счету. Зорко бережёт. Не сидит на месте. Ходит по лесу, пересчитывает. Лесину украсть, обживность какую без надобности загубить. Пропащее дело. А отчего на ногу припадает? Говорят, в войну поранило. Фашисты лес из тяжёлых орудий обстреливали. Деревья так с корнем и выворачивало. Три дня чёрной тучей над лесом стоял дым. Ну, значит, осколком его и зацепило. Да только потом фашистам дюжи за это зло досталось. Кто был в партизанах, рассказывали, будто целый вражеский полк в лесу заблудился. Всех потом партизаны порешили. А я так разумею. Тут без хозяина дело не обошлось. С ним шутки плохи. От деда Проши можно ожидать какого угодно сочинительства. Придумывает он так самозабвенно, что сам, кажется, верит своим словам. Иной раз не поймёшь, то ли правда, то ли вымысел. Но рассказ о лесном хозяине не его выдумка. Разве только прибавил дед, что с ним нос к носу повстречался. Легенда эта стара, как сам лес, породивший её. Со временем она обкаталась в народе, как камень в морской воде. Прежнее стёрлась, взамен придумалось новое, вроде того, что лесной хозяин получил ранение в минувшей войне. Мне она понравилась. Это сказка о лешем, что при храмовой бродит по своим владениям, пересчитывает деревья, бережёт лес от поругания. Хорошая сказка. Я нагибаюсь и поднимаю с земли свежие, непритоптанные листья. Выбираю самые крупные, самые яркие. Они пестреют всюду, будто мазки красок на палитре великого живописца. И у меня начинает складываться своя легенда о лесном хозяине. Я вижу его лицо, простое загорелое лицо лесоруба в мшистой рамке бороды. Серые глаза с зорким прищуром, сухие хвоинки, осыпавшиеся с дерева, запутались в седеющих волосах. Я слышу, как он ходит по осеннему лесу, мягко ступая по пестротканному ковру из листьев. Дятлом постукивает тростью по стволам и шепчет шорохом листопада. Вот он присаживается на пень, раскладывает у ног краски и начинает нерукотворное колдовство. И я, очарованный, смотрю на эти с детства знакомые полотна. Сумрачные еловые дебри, бронзостволые сосновые бары, светлые все в солнечных пятнах дубравы, ромашковые опушки, лесные проселки с лужицами в колеях. Все это не в золоченых рамах, не в музейных залах. Эти картины развертываются передо мной вовсю шире. Они возникают по обе стороны тропинки, которая ведет нас с дедом Прошей в самое сердце леса. Мы идем молча, и каждый несет в себе свою легенду. Он Олешин, я человеки. Домой мы возвращаемся под вечер. Я сваливаю под навес связку орешника, а на стол высыпаю собранные листья. Бережно расправляю их и вкладываю между страниц тяжелой книги. Комната наполняется душным запахом грибов и сырой осенней земли. Веет чем-то бесконечно близким и родным. И этому нет цены. Забытая страничка И булькала и захлебывалась водосточная труба. Рассвет нехотя просочился сквозь серое, без единой кровинки небо. Черемуха почти совсем облетела за ночь и густо насорила листьями на веранде. Тетя Оля срезала в саду последние георгины. Перебирая мокрые, дышащие влажной свежестью цветы, она сказала, вот и осень. И странно было видеть эти цветы в полумраке комнаты с заплаканными окнами. Я надеялся, что внезапно подкравшееся ненастье долго не задержится. Но погода все не налаживалась. Дожди сменились ветрами и ползли и накатывались бесконечные вереницы туч. Сад медленно увидал, осыпался, так и не запылав яркими осенними красками. За ненастьем как-то незаметно истаял день. Уже в четвертом часу тетя Оля зажигала лампу. Кутаясь в козий платок, она вносила самовар, и мы от нечего делать принимались за долгое чаепитие. Потом она шинковала для засолки капусту, а я садился за работу или, если попадалось что интересное, читал вслух. А грибков-то нынче не запасли, сказала тетя Оля. Пади теперь уж совсем отошли. Разве только опята? И верно. Шла последняя неделя октября все такая же сумрачная и нерадостная. Где-то стороной прошло золотое бабье лето. Уж не было никакой надежды на теплые деньки. Того и жди завьюжит, какие уж теперь грибы. А на другой день я проснулся от ощущения какого-то праздника в самом себе. Я открыл глаза и ахнул от изумления. Маленькая, до того сумрачная комнатка была полна радостного света. На подоконнике, пронизанная солнечными лучами, молодой, свежо, зеленела герань. Я выглянул в окно. Крыша на сарае серебрилась изморозью. Белый искрящийся налет быстро подтаивал, из карниза падала веселая, бойкая копель. Сквозь тонкую сетку голых ветвей черемухи безмятежно голубело начисто вымытое небо. Мне не терпелось поскорее выбраться из дому. Я попросил у тети Оли небольшой грибной кузовок, перекинул через плечо двустволку и зашагал в лес. Последний раз я был в лесу, когда он стоял еще совсем зеленый, полный беспечного птичьего гомона. А сейчас он весь как-то притих и посуровел. Я углубился в лес, вырезал палку с вилочкой на конце и принялся разыскивать грибные места. Найти грибы в пестрой мозаике из опавших листьев – дело нелегкое. Да и есть ли они в такую позднюю пору? Только к полудню я набрел на старую порубку, заросшую травами и древесной порослью, среди которой то здесь, то там чернели пни. На одном из них я обнаружил веселую семейку рыжих тонконогих опят. Потом нашел еще такой же счастливый пень, еще, и вскоре пожалел, что не взял с собой корзины попросторнее. Ну что ж, и это неплохой подарок для моей доброй старушки. То-то будет рада. Я присел на пень, снял кепку, подставив голову теплу и свету, и набил свою трубочку. Экой выдался славный денек. Так теплынь, тишина. И не подумаешь, что по этому голубому небу с высоко плывущими перьями прозрачных облачков только вчера ползли косматые сырые тучи. Совсем как летом. Здесь столько еще зелени и даже есть цветы. Я нагнулся и выпутал из травы жестковатую кисточку души, усыпанную нежно-лиловыми венчиками. А потом, возвращаясь домой, я собрал еще несколько разных цветов и связал из них маленький букетик. Здесь были и ярко-синие звездочки дикого цикория, и белые крестики-ярудки, и даже нежная веточка полевой фиалки. Драгоценности, оброненные улетевшим летом. Таинственный музыкант Однажды после долгого хождения с удочкой по берегу реки я присел отдохнуть на широкой песчаной отмели среди прибрежных зарослей. Поздняя осень уже раздела кусты лозняка, и далеко по песку разбросала их узкие лимонные листья. Лишь на концах самых тонких, будто от холода покрасневших веточек еще трепетали по пять-шесть таких же бледно-желтых листков. Это все, что осталось от пышного карнавала осени. Было пасмурно и ветрено. Вспененные волны накатывались на песчаную отмель, лизали почерневшие водоросли, вытащенные на берег рыбацким неводом. И вдруг среди этих шорохов и всплесков послышались тревожащие своей необычайностью звуки. Было похоже, что где-то совсем близко играла крошечная скрипка. Порой тоскливая, зовущая, порой задумчивая и покорная, полная светлой печали мелодия робко вплеталась в неугомонное ворчание хмурой реки. Звуки мелодии были так слабы, что порывы ветра иногда обрывали как паутинку эту тонкую ниточку загадочной трели. Прислушавшись, я уловил закономерную связь между скрипачом и ветром. Стоило ветру немного утихнуть, как скрипка переходила на более низкие ноты. Звук становился густым, и в нем отчетливо улавливался тембр. Когда же ветер усиливался, звуки забирались все выше и выше, они становились острыми, как жало. Скрипка плакала и всхлипывала. Как завороженный слушал я этот удивительный концерт на пустынной песчаной отмеле. Я прислушивался снова и снова, и напев все время повторялся, все в тех же сочетаниях звуков. Наконец, я установил направление и даже приблизительное место, откуда текла эта тоненькая струйка мелодии. Оно находилось справа, не более, чем в двух-трех шагах от меня. Но там был все тот же песок и ничего больше, если не считать полузасыпанные раковины на гребне песчаного холмика. Это была раковина обыкновенного прудовика. Я подошел к холмику. Широкое входное отверстие ракушки было обращено навстречу ветру и немного в сторону. Край ее в одном месте обломан. Я наклонился поближе и окончательно убедился, что волшебный музыкант спрятался в раковине. Оттуда из глубины спирального выложенного перламутром убежища отчетливо слышали звуки крошечной скрипки. Я осторожно взял раковину, чтобы рассмотреть повнимательнее. Но ничего особенного не нашел. Обыкновенные, как все другие, которых на песке оказалось довольно много. Но почему звуки исходили только из этой, а все остальные молчали. Может быть, и в самом деле в ней кто-то запрятался. И мне снова захотелось послушать игру раковины музыканта. Я положил ее на прежнее место, приготовил слушать. Но скрипач молчал. Похоже, что он рассердился за то, что его бесцеремонно потревожили и ожидал, пока я снова уйду. Я, конечно, догадался, что слышанную мной мелодию извлекал из раковины ветер. Но почему после того, как домишка прудовика был водворен на прежнее место, он больше не мог извлечь ни единого звука? И тут я понял, что допустил роковую ошибку, сдвинув раковину с места. Долго я возился с ней, клал так и эдак, осторожно подсыпал под нее песок, насыпал внутрь, но так и не смог извлечь ни единого звука. Огорченный я положил раковину в карман и пошел домой. Теперь она лежала на письменном столе в картонной коробочке с речным песком. Я видел немало диковинных заморских раковин, необыкновенных размеров, необычайной расцветки, удивительной формы. О многих из них ходят целые истории. Говорят, что если такую раковину приложить к уху, то услышишь шум морского прибоя. А это, что лежит на моем столе, скромная серенькая обитательница наших тихих речных затонов, действительно обладает секретом. Иногда я выношу мой музыкальный инструмент во двор, подставляю под ветер, пытаюсь настроить с помощью песка, но это пока мне не удается. Видно, не хватает терпения. Когда же я оставляю раковину на столе, а сам выхожу в соседнюю комнату, то мне чудится, будто за приоткрытой дверью кто-то осторожно настраивает маленькую скрипку. Вы слушали короткие рассказы Евгения Носова читали Аркадий Смирнов и Алексей Кузнецов запись 1976 года.